привет вы на канале яхты на колесах меня зовут антон а мы в германии в штутгурде и сегодня мы на стенде adria но за моей спиной mercedes да это будет обзор на adria matrix на шасси mercedes ben sprinter в прошлый раз его анонсировали еще полгода назад в дюссельдорфе но в тот момент мы смогли посмотреть и сделать обзор только на супер sonic вы можете увидеть эти обзоры на канале а сегодня мы посмотрим matrix на mercedes наконец-то по большому счету здесь нет чего-то сверх такого нового прорывного для самого matrix и для жилого пространства но самое главное здесь это как раз таки mercedes это что они встретились и соединились mercedes 2 и 3 литра объем двигателя 170 лошадиных сил единственное возникает такой здесь нюанс связанный как раз таки с mercedes 4 с половиной тонны везде написано вес но при этом есть возможность минимального 3800 но все это еще больше чем три с половиной тонны соответственно как бы не попадает в б категорию но как показывает практика те автодома которые могут весить там до 4 как правило и можно что-то облегчить заказать такую комплектацию в которой все-таки получит три с половиной тонн по габаритам 7 метров 70 сантиметров длина 230 ширина и 290 высота пойдемте смотреть внутрь что у нас там по количеству мест вот здесь на стенде указано 4 плюс 1 опционально пойдем посмотрим мы в кабине естественно здесь мы видим все стандартные для mercedes у нас продвинутой вот это мультимедиа с возможности управления всем этим на руле с навигации от mercedes с carplay с android auto с камерой заднего вида на основной монитор сейчас попробуем даже это все это запустить как там немного да должно запуститься но в целом подробно мы эту мультимедийную систему уже разбирали в двух словах напомню здесь у нас есть спид лимит адаптивный круиз-контроль по помощникам система удержания полосы ну вернее скорее информирование о потере полосы и удержание вот правой обочину если машина туда вот руки отпустите она вот в обочину попадает он так вот подруливает обратно прерывистую линию между полосами система только информирует что пищит что вы потеряли полосу но при этом ничего не делает мы подробно тоже все это проверяли вот лично на опыте есть тоже это в наших роликах переходите по ссылке в описании где мы тестировали что еще интересно могу заметить в кабине есть две кнопки слива баков то есть мы можем здесь в салоне в кабине прямо нажать подъехав к нужному месту сливы нажать на кнопку ничего не идти не открывать и у нас все сольется это действительно удобно и насколько я помню в матриксе еще недавно этого не было нужно было равно идти где-то как что-то открывать а сейчас вот есть здесь кнопочка по дизайну на первый взгляд чего-то такого необычного не появилась отделка у нас комбинированная кожа и ткань светлая и темная отделка стен очень кстати заметил здесь удобно крутится стол поворачивается легко прям вот можем видеть одним движением руки но тут где-то можно заблокировать по идее да его можно заблокировать и тогда он так крутится легко не будет но удобно что прямо можно очень легко все поворачивать что у нас здесь у нас здесь два ремня безопасности устанавливаются подголовники если откинуть вот эту вот часть и ремни тоже спрятаны за диванчиком соответственно два человека могут ехать на этом диванчике вот эту вот часть опускаем убираем подушку и вот эту подушку убираем вот эту вот все опускаем и соответственно у нас здесь можно комфортно ехать по ходу движения и два человека едет в есть конечно же еще и пятое место 5 ремень безопасности вот здесь мы можем видеть вот эту систему сюда устанавливается 5 пассажирское место и получается что человек едет спиной по ходу движения вот сюда ногами в проход в данный момент здесь нет этого кресла потому что как мы сразу с вами посмотрели 5 человек опционально то есть уже заготовлено все надо просто заказать это кресло и дополнительную подушку стол соответственно у нас опустится и здесь будет еще одно спальное место если это будет опционально заказано сейчас мы имеем здесь версию в которой рассчитаны на 4 человек первые спальные места по традиции в матриксе находится на опускаемой кровати нажимаем кнопку вот раз шторка опустилась и у нас достаточно быстро опускается кровать вот тут мы видим отличие очень положительная тенденция матрас сделан черным черной тканью акцентирую на этом внимание давайте сейчас свет касаемся светильничка и свет загорается почему это важно потому что когда мы путешествуем в автодоме белые матрасы очень сильно пачкаются они прямо сильно марки и быстро становятся не такими симпатичными а когда у нас черный матрас все это будет не так сильно заметно положительный момент естественно есть здесь сеточки чтобы вы не упали они цепляются наверх в общем тут надо отрегулировать по высоте все это фиксируется они вот сюда помощью вот этого вот вот сейчас мы как видим она будет у нас очень сейчас попадем вот раз соответственно если это отрегулировать все это можно под высоту вот так натянуть почему она так потому что может кровать находиться чуть-чуть по идее на разной высоте и хотя на самом деле не знаю по идее эта кровать конечно должна быть максимально опущена положение когда мы пользуемся именно в таком положении максимальная нагрузка на 200 килограмм кухня с небольшим таким выступом вперед поэтому получается такая легкая г-образная форма плита на три огня с электроподжигом раковина вот в этой части у нас здесь смеситель по идее где-то должна быть дощечка нет это не она это для холодильника какие-то перегородки в общем где то есть дощечка может быть ее сейчас убрали которая кладется в раковину увеличивает рабочую поверхность но в целом при такой компоновки у нас даже есть немножко места здесь на столешнице ниже у нас есть духовка и вот собственно ящики для столовых приборов по идее там верхней используется лотка здесь не вижу и просто еще два ящика под духовкой есть просто еще дверка чтобы что-то положить что дальше холодильник 140 литров тетфорд работает от газа электричество 220 12 вольт абсорбционный выше свободное место сюда можно поставить например микроволновку но в данный момент здесь лежат как раз таки подголовники которые вот сюда и устанавливают у нас о чем я сказал ранее также здесь находится у нас медиа контроллер везде в стенках есть колонки можно по bluetooth подключиться и соответственно звук у нас будет везде работать можем например туда подключить телевизор сам телевизор устанавливается на вот этот кронштейн 32 дюйма вертикально он разворачивается а когда нам нужно его смотреть мы это все поворачиваем вот с помощью вот этой вот части он становится горизонтальным и мы его можем разложить повернуть в сторону спальни в общем это очень гибкий кронштейн я попробую даже вот да мы можем так это выдвинуть и развернуть в любую сторону но если вдруг вы любите смотреть какие-нибудь stories и или tick tock на телевизоре можете оставить его даже вертикально что еще важно отметить важно отметить то что звук у нас к сожалению как мы проверяли ранее у адрия не знаю для кого-то это плюс для кого-то это минус можем обсудить это в комментариях но в общем звук в кабине который через вот мультимедиа mercedes работает это только колонки в дверях спереди а все остальные колонки в жилом пространстве это отдельно вот этот медиа контроллер и они с друг другом никак не подружены при этом у химер это единая аудиосистема то есть если мы подключаем телефон там к системе mercedes у нас весь звук идет во все колонки здесь же это разделено санузел у нас раздельный если мы откроем дверь в туалет то можем перекрыть пространство и полностью отделить его от жилой части в передней части машины части части простите за тавтологию также есть еще одна дверь выдвижная которая перекрывает эту зону от спальни жесткая такая вот 2 типа купе и соответственно мы получаем с правой стороны точнее с по левому борту душевую кабину стандартно для матрикса ничего такого необычного большая или маленькая судите сами высота здесь более чем достаточно вот соответственно около двух метров что очень неплохо для автодомов а по ширине я к сожалению сегодня забыл рулетку ну вот примерно можем так вот визуально оценить сантиметров 50 на 60 70 где-то вглубь и на 50 сантиметров в ширину напротив у нас туалет туалет тэдфорд с электросмывом соответственно раковина чаши установлена на столешнице небольшой шкафчик зеркало и еще вот эта ниша углубления куда тоже можно что-то положить такой простенький лаконичный санузел ну и наконец основная спальня поднимаемся по таким ступенькам и попадаем прямо на кровать у нас слева и справа раздельная кровать но что мне здесь нравится больше чем у аналогичных моделей умер у матрикса это то что чтобы сделать кровать единый большой двуспальный нам нет необходимости вот эту доску отдельно куда-то складывать перекладывать да и сама подушка по компактнее будет которая дополнительно вставляется основание мы просто тянем и выдвигаем вот эту дощечку которая опирается на металлический опор и получается собственно вот большая кровать кладем эту подушку и это уже становится большим спальным местом единой большой кровать это очень удобно и на мой взгляд здесь балл уходит в пользу адрия ступеньках у нас достаточно много места для хранения вещей здесь нету дополнительной какой-то ступеньки которые мы там выдвигаем раскладываем за счет того что у нас остается чуть-чуть еще место кровать то есть по центру не доходит до конца мы просто вот эту ступеньку можем так вот откинуть закинуть и сюда зашагнуть есть и по второй ступеньке тоже место для хранения вещей и не просто место для хранения вещей а там мы видим ящик который выдвигается из багажника мы его в багажник и посмотрим далее под правой кроватью у нас еще два ящика для хранения вещей раз два а слева у нас небольшой гардероб таким образом дверка открывается и задвигается и здесь у нас ну как небольшой большой достаточно гардероб там он кстати кофе-машина Nespresso лежит который можем установить на кухне там специально полочка у нас и крепление для капсул все можем получить только через эту дверь доступ как в хюмер здесь кровать не поднимается но тут уж я даже не знаю опять таки можем обсудить в комментариях важно это или нет чтобы вот можно было так вот доступ получить кровать открылась или достаточно просто через эту дверь потому что у всего есть какие-то но вроде как удобно когда поднимается но с другой стороны у вас получается не цельный матрас а здесь он единый цельный опирается на ламели и как бы ну нет лишних моментов где он может например промяться на стыке при входе панель управления всеми системами автодома здесь мы можем посмотреть температуру на улицу температуре температуру внутри отключить например освещение вот сейчас мы так вот это сделаем раз и весь свет общий погас а вот потом выключателями мы например регулируем какую именно зону включить плюс кстати говорят все деммируется можно подержать кнопку и отрегулировать яркость освещения что у нас здесь еще здесь мы мы естественно можем посмотреть заряды аккумуляторов сколько у нас чистые воды серый воды бак накопилось и включить отключить насос чтобы вода попадала подавалась в кран из бака рядом пульт управления печкой отопления альбе жидкостное отопление все коммуникации расположены здесь в полу например здесь мы можем видеть установленную батарею есть место для установки 2 такой батареи также расположен бак с чистой водой то есть не нарушает баланс автодома и можно вести с собой больше воды 115 литров объем бака с чистой водой и 85 литров с серой водой вот здесь находится бак когда я вам показал две кнопки в кабине я сам этот момент подумал может быть здесь у нас не кассета может здесь у нас бакс как бы с канализацией с черной водой но оказалось нет мы можем просто из кабины слить бак из чистой водой и с серой водой то есть просто бак два этих бака сливаем туалет у нас обыкновенный с кассетой обыкновенной 20 литровая кассета на входной двери есть москитная сетка ну а прямо на самой двери зафиксировано мусорное ведро и конечно же есть центральный замок снаружи по правом борту нас лючок электрификации сразу за дверью здесь мы подключаем сеть 220 вольт можем положить какую-то катушку переходник и все это у нас не будет под дождем не будет на улице а будет закрытый заперто прямо в этом лючке также здесь у нас выход для телевизионной антенны багажник тут все стандартно для матрикса розеточка 220 вольт 12 вольт обыкновенный как прикуриватель есть полочки есть вот эта ниша душ уличный подключается и ящик про который я сказал можем получить его доступ из через ступеньку и отсюда просто выдвинуть его в багажнике остальном вот место пространство можете оценить сами единственное я вас немножко обманул кресло здесь все-таки есть вот это кресло и устанавливается внутри как 5 но подушки здесь сейчас нет то есть все-таки она опционально но кресло что нам положили можем увидеть как это выглядит естественно это нужно для того чтобы ехать именно пристегнутый пятый пассажир ехал но теоретически можно ехать пятым и не пристегнутым но это как бы нехорошо неправильно и небезопасно но это уже решать вам есть здесь освещение и собственно по большому счету в багажнике все багажник теплый вот здесь у нас проходит тоже отопление от альдо радиаторы дверь с обратной стороны тоже есть соответственно доступ в багажник мы можем получить как с левого борта так и справа матрикс supreme на шасси mercedes-benz принтер мы сегодня с вами посмотрели долгожданная новинка от адрия но долгожданная для тех кто любит mercedes и любит матрикс и хотел бы чтобы это все совместилось вот она наконец совместилось пишите в комментариях ваше мнение по поводу данной модели и вообще как вы считаете хорошо это что теперь матрикс на мерседесе или фиат все-таки особенно новый фиат лучше это такой тоже момент спорный обсуждаемый всегда что лучше фиат дукаты или мерседес вроде как на первый взгляд mercedes на 2 в каких-то нюансах есть те кто все равно предпочитают именно фиат подписывайтесь на канал чтобы не пропустить другие ролики из штутгарда и колокольчик желательно чтобы видеть их первыми мы работаем на разных стендах разных производителей стараемся вам показывать новинки но и в целом что-то интересное ну и то что вы просите вот когда там мы делали ролики допустим еще на прошлой выставке вы писали в комментариях скажите это покажите то вот мы сейчас стараемся это как-то найти если оно есть то показываем меня зовут антон это канал яхты на колесах до новых встреч пока